В ходе встречи лидеров Азербайджана и Египта Ильхама Алиева и Абдул-Фаттах Астисим были подписаны соглашения между странами, после чего главы государств выступили с заявлениями для прессы. Детали предоставит моя коллега Эльмира Мусазаде, которая выходит на прямую связь со студией из Каира. Здравствуйте, Эльмира. На какие аспекты двусторонних отношений делался упор в ходе пресс-конференции? Здравствуйте, коллеги. Продолжается официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Египет. В рамках этого визита уже состоялся ряд встреч. В частности, были проведены как встречи один на один с президентом Египта, так и встречи в расширенном составе. Позже лидеры обоих государств выступили с заявлением для прессы и подчеркнули наличие дружественных отношений между двумя государствами, а также высокую динамику, которая сегодня наблюдается между двумя странами. В 2023 году президент Египта Абдель Фаттах Ассиси прилетал в Баку и тогда также выразил готовность расширять связи с Азербайджаном. Заявил о том, что Египет крайне в этом заинтересован. Азербайджан одна из самых сильных стран региона и, конечно, есть огромный потенциал для развития сотрудничества. Тогда, в 2023 году, очень много говорилось про потенциал в экономической области, в торгово-экономической, в частности. И вот сегодня также подтвердилась приверженность развитию отношений именно в этом направлении. В частности, говорилось о том, что потенциал имеется довольно большой, и существующие цифры не устраивают две страны, и планируется их расширять в дальнейшем. Конечно, здесь речь идет о огромном количестве различных направлений такого возможного сотрудничества, но одно из тех векторов, которые привлекают внимание, это, конечно, фармацевтика. И Египет в этой области добился определенных успехов. Об этом говорилось еще в 2023 году. Сейчас связи продолжаются и выходят уже на новый уровень. И не говорилось также сегодня много про транспортные узлы, транспортные коридоры. И, в частности, президент Азербайджан Альхам Алиев подчеркнул, что сейчас, в нынешних непростых геополитических условиях, они выходят на новый уровень. И Азербайджан, имея выгодное географическое расположение, и, что более важно, имея подходящую инфраструктуру, может стать таким транспортным хабом, так как именно через Азербайджан проходят основные транспортные коридоры, это север-юг и восток-запад. И, конечно, именно в этой связи Азербайджан представляет огромный интерес для Египта. Опять же, ситуация на Ближнем Востоке сейчас не самая стабильная. И Египет ищет возможности диверсифицировать свои транспортные пути. И ищет в этом контексте надежных и стабильных партнеров, коим и является Азербайджан. Две страны сотрудничают, плодотворно сотрудничают в рамках различных организаций. В частности, это ООН, это Лига арабских государств. Азербайджан также принимал там участие в качестве наблюдателя на нескольких из конференций и поддерживает инициативы ведущих стран арабского мира. Движение неприсоединения особенно подчеркивалось. Особо выделяется председательство Азербайджана в движении присоединения, которое позволило усилить эту организацию, если можно так выразиться. И в частности, Азербайджан, конечно, прилагает большие усилия, в том числе и сейчас, для того, чтобы некоторые вопросы, которые беспокоят страны, членов движения неприсоединения, были подняты на мировом, на глобальном уровне. И, конечно, у Азербайджана это получается. Мы знаем, что сегодня внимание всего мира приковано к Азербайджану. Именно в Баку пройдет в ноябре текущего года КОП-29. Это самая важная климатическая конференция в деле борьбы с изменением климата. Два года назад КОП-27 проходил в Шарм-эй-Шейхе. И вот сейчас он уже в этом году пройдет в Азербайджане. И, как отметил президент Азербайджана Эльхам Алиев, Азербайджан изучает опыт Египта в этом отношении. И соответствующие эксперты уже находятся в постоянном контакте. И, естественно, перенимается тот позитивный опыт, который был у Египта. В частности, президент Эльхам Алиев пригласил своего египетского коллегу посетить Азербайджан во время КОП-29. Это действительно масштабное мероприятие. И также отдельное внимание было уделено безопасности. Вопросам безопасности, в частности, на Ближнем Востоке. Азербайджан в очередной раз подчеркнул, что выступает за создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Азербайджан всегда выражал эту позицию и приветствует усилия Египта по прекращению боевых действий в секторе Газа. Также президент Азербайджан Эльхам Алиев коснулся ситуации на Южном Кавказе, отметив, что в сентябре прошлого года Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность. И сейчас наблюдается определенное спокойствие на границе между двумя государствами, которые, к слову, сейчас находятся в активном процессе демаркации и делимитации. Также было отмечено, что Азербайджану были возвращены в процессе переговоров четыре села Газахского района. И это также показывает то, что на Южном Кавказе наблюдается позитивная переговорная динамика. В целом, говорили много сегодня о том, что потенциал у сотрудничества большой между двумя государствами, и главное на то есть политическая воля. И опять же, взаимные визиты, и в том числе текущий визит президента Азербайджана Эльхам Алиева в Каир, показатель развития таких, и наличия таких интересов, и развития таких связей. Благодарю Эльмира. Моя коллега Эльмира Мусазаде подключалась к нам на прямую связь из Каира.